Всем привет! Это я, Оля. Так, можно ехать прямо? Окей. Значит, вот у меня такое настроение появилось для вас снимать видео сегодня. Еду домой и включила вот дорогу, чтобы, кому интересно, конечно, посмотрели город, в который я живу. Это сейчас центр Эверетта, но мы живем на границе Эверетта. Так что обычно я не бываю в этом районе. Ну вот, да. И также хотела бы немножко, может, рассказать о моей жизни здесь. Может быть, некоторые вещи рассказать, которые мне нравятся. Ну, может быть, не то, что мне нравится, а то, что тяжело мне привыкнуть. Потому что я же сюда переехала уже как семь лет назад. Но раньше жила намного меньше в меньшем городе. В Букинии, в этом же штате. И, конечно, немножко есть разницы. Но мне нету очень много того, что мне не нравится. Может быть, только некоторых вещей. Вот, например, начнем с погоды. Погода здесь, наверное, на любителя, я думаю. Потому что здесь очень пасмурно. Дожди идут часто. И даже если нету дождей, все равно пасмурно. Вот очень только хорошо тем, что когда лето, тут просто прекрасная погода. Здесь мы живем недалеко от Сиэтла. И Сиэтл даже набрал как позицию в числе городов из Америки один из городов, который самый лучший жить летом. Лето самое прекрасное. Ну, говоря насчет погоды. Потому что не жарко и не холодно. Просто идеальная температура. И очень красиво. Все зелено. И летом здесь очень прекрасно. А вот все остальные месяцы, начиная с сентября до апреля, идут дожди. Идут дожди. Да, да, это правда, что Сиэтл считается дождливый город. И это правда. И к этому все-таки, может быть, не всем так легко привыкнуть. Вот, например, сейчас мне очень хорошо. Я люблю эту погоду и люблю этот город. Но, вот, не знаю, я даже не знаю, как лучше, чтобы снег был зимой, или лучше, чтобы дожди были зимой. Потому что, действительно, надоедает, надоедает постоянно вот эта темнота. Вот, пасмурно, пасмурно, пасмурно. Только, вот, как я говорила, что летом прекрасная погода. Вот, как сегодня, очень хорошо. Тепло на улице. Вечером, наверное, немножко холоднее стало. И что еще, что здесь зимой и летом, холодной ночью. Потому что много раз мы пытались выращивать помидоры на улице и другие какие растения. Например, вот помидоры. Здесь невозможно вырастить помидоры, только в теплице. Потому что летом даже очень холодно ночью. И все замерзает. Плохо что-то растет. Что еще? К чему еще тяжело мне привыкнуть? То, что здесь постоянные пробки, трафик на дороге. Надо очень хорошо распланировать свой день, чтобы не попасть в пробку. Например, утром, если ехать куда-то, все время пробка. И вечером, после трех, тоже начинаются пробки на дорогах. И это каждый день. И в выходные, и в будние дни. Так что, если хочешь куда-то поехать, например, если мы хотим его в Свету. Нельзя выезжать сильно рано, потому что все люди едут на работу и пробки. Нельзя выезжать сильно поздно, потому что много людей возвращаются с работы. Так что, надо выезжать где-то в 11 дня, когда все точно на работе. Тяжело, конечно, привыкнуть постоянно, застреваешь в трафике, если надо куда-то ехать. Хорошо, что я не работаю каждый день, не езжу куда-то каждый день. А люди, которые работают каждый день, я не представляю, как они могут привыкнуть с тем, что застревают на дороге. Просто проводят большое время своей жизни, застревают в пробке. Вот, что мне тоже тяжело привыкнуть к этому. И что еще? И что еще то, что здесь как бы все далеко от... Ну, если куда-то надо пойти, куда-то поехать, оно как бы все на расстоянии, далеко. Например, на самый ближайший магазин у нас возле дома, Home Depot. И кажется, так близко, а если идти пешком, то надо, наверное, 20 минут потратить, чтобы только дойти туда. И все время надо быть, ну, на машине, на машине все время. Расстояния большие. Например, даже, не знаю, до школы, до магазина. Куда еще? Расстояния большие, куда... Ой, так трясет дорога, ужас. Сейчас, наверное, видео сильно трясется. Ну, не знаю, все много... Все много еще не придумала, к чему мне тяжело привыкнуть здесь, в этом городе. Этот город находится... Эверет находится где-то 30 минут от Сиэтла, от самого Сиэтла. Ну, это как бы считается тоже Сиэтл, если как кому говорить. Потому что, если спрашивают, откуда ты, то обычно говоришь, от Сиэтла. Ну, я же не в самом Сиэтле живу. Да. А, например, в самом Сиэтле намного дороже все, да? И там и таксы, и налоги на все намного дороже, и жилье намного дороже. Вот почему много людей живут на окрестностях в других городах. И ездят даже в Сиэтле на работу. И, не знаю, наверное, больше нет ничего такого, что можно выделить, что тяжело привыкнуть, или что мне не нравится. А... Просто... Гор... Ну, как бы... Жила я раньше... Значит, в Америке я только жила в двух городах. В Спукен, это тоже этот штат, только... Только там намного другой климат. Совсем другой климат. Там четыре... Четыре... Время года. Зима, лето, осень. Все как в порядке. И там, короче, такое, как бы, большое село. Вот такое, как настроение города. А здесь... Митрополитен. Получается, здесь, возле большого города, маленькие городки. Вот, значит... Если вы посмотрите на карте, то... Сиэтл, а потом вокруг очень-очень-очень много разных городов. И... В основном люди живут в этих городах. Как бы жили... Жилые районы. Жилые районы. И здесь... В этой окрестностях нет того, что, например... Город. А потом такое... Поле, поля, поля. Потом другой город. Нет. Тут прямо переходит город. С города в город. С города в город. И они даже их разделили на разные каунти. И даже в некоторых каунти другие налоги. Некоторые каунти... Другие даже правила. Короче... Да, но... Вот... Уж сколько уже... Как я говорила, прожила здесь 7 лет. И... Уже привыкаю. Уже привыкаю. Но здесь очень... Много чего мне нравится. Здесь очень красивая природа. Здесь все зеленое. Постоянно. И зимой, и летом. Все зелено. От того, что много дождей. И от того, что вот такая влажность. Очень хорошо здесь все растет. Растет как деревья. Вот... Кусты разные. И... Весной все красиво цветет. И... Вокруг горы. Вот возле нас гора Маунт Бейкер. И потом на другой стороне гора Маунт Рейнир. И также залив океанский недалеко от нас. И очень... Конечно... Насчет природы здесь очень красиво. Куда-то поехать. В горы походить. Или куда-то поехать на... На пляж. Например, залив здесь океанский. Ну, вода... Как я раньше говорил в других видео, что вода здесь в океане очень холодная. И даже в заливе очень холодная вода. Но... Как бы полюбоваться природой здесь очень красиво. Да. И... И этот... И город Сиэтл. Интересно, они поехали, а у меня... Не включился красный. И город Сиэтл – это один из городов, которые очень быстро растут. Растет, я имею ввиду. Все-все сильно расстраивается. Много людей сюда переезжают с других штатов. И много строится домов, разных квартир, апартментов. Вот, например, наш район очень сильно поменялся. Как я помню, как был раньше, а как сейчас, то очень сильно поменялся. Например, столько много отстроили квартир, прямо квартир, дома высокие с квартирами. Там, на тех местах, где раньше был пустырь, ничего не было. Очень-очень много все расстраивается. Просто видишь на статистику, что постоянно растет число людей, число населения. И я даже заметила, в нашем районе намного больше стало трафика, вот намного больше машины и движения, и всего этого. И, конечно, это, не знаю, мне не очень это нравится. Я люблю немножко так, чтобы спокойнее было. Чтобы можно выйти на улицу и пройтись по улице спокойно. Чтобы не было такого большого движения. Да. И здесь хорошо тем, что есть большие предприятия, большие компании. Здесь Боинг, самолеты строят и два места. Один в Варете Боинг и другой Боинг в Рентон. Нет, не Рентон. Как тот город называется? Ну, короче, с другой стороны, возле Такомы. Там тоже большой Боинг, где строят самолеты. Также компания Майкрософт. Также компания Амазон. Также большие... Вот и Старбакс отсюда пришел. Также Сиэтла. Да, здесь очень много людей переезжают из-за работы. Что здесь находят работу. Да. Вот. Много, много чего мне здесь нравится. Да. Вот. То, что... Да. То, что я говорила, наверное, это небольшие причины, чтобы здесь не жить. Здесь, конечно, прекрасная природа. Природа. Все зелено. Все зелено зимой и летом. Да. Вот немножко просто хотела рассказать. И в то же самое время мы посмотрели на дорогу. Как здесь... Я сейчас съехала по... По фривейу я не решила не ехать, так как вот справа выстроили новые здания, новые дома. Тут тоже дуплекс. Три вместе еще строят. Так что стройка идет полным ходом. Да. Ну, спасибо, что вы меня слушали. Не буду сильно долго это видео затягивать. Может быть, немножко оставлю еще дорогу вам поснимаю. А то уже, наверное, наговорилась. Я надеюсь, что хорошо слышно, так как сильно машина шумит. Надеюсь, что было слышно меня хорошо. Вот мы сейчас выезжаем... Значит, я уже выехала с центра города. Въезжаем сейчас на South Everett. Слева фривей. Здесь уже начинается... Начинается другой район. Ну, хорошо. Тогда... Спасибо всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok